Всем привет друзья с вами Фил и сегодня на официальном канале разработчика вышло видео про античит. Судя по комментариям под последним видео читаки в пабге последнее время совсем не дремлю, так что давайте посмотрим что там нового. Представляет разработку античита Дахьянг Ли, как я понял он главный в подразделении пабкор по борьбе с нечестной игрой. Сама система существующая сейчас в пабге состоит из нескольких модулей. Один из них это юнит античит, он основан на отзывах игроков которые поступают непосредственно из системы жалоб существующей в игре. То есть мы как игроки замечаем читера, он нас убивает, мы кидаем на него жалобу, дальше эта жалоба поступает в специальный софт, который анализирует поведение машинно и пытается сразу выявить какими программами это могло быть вызвано. После этого информация об уязвимом месте поступает аналитикам и технической команде для того чтобы они продумали возможность устранения данной слабости в коде игры. Помимо ручной проверки жалоб в пабкор так же используются методы программного обучения, которые направлены на выявление читерского поведения и нацелены на то чтобы автоматически выявлять нечестных игроков, сопоставляя им поведение читера и тем самым проверяя на честность. Понятное дело что все это просто только на словах, на самом деле данный метод требует сбора огромного количества аналитики. Что касается бана по железу, разработчики утверждают что он работает и в целом является довольно эффективным методом борьбы, однако почему то больше про него ничего не сказано. Еще меня немного смутил график представленный в этом видео, так как судя по нему с античита версии 6.05 читеров в игре существовать ну практически не может, однако ваши комментарии говорят об обратном что как минимум странно. Помимо борьбы с читерами в игре представители пабкор так же рассказали что сотрудничают с международными антихакерскими организациями и максимально подробно предоставляют всю информацию о нечестных игроках, тем самым помогая найти разработчиков и дистрибьюторов читов с целью привлечения к уголовной ответственности. Так же в видео прозвучала фраза о том что разработчики читов люди тоже не глупые и поэтому постоянно будут искать лазейки, поэтому я еще раз не понял график стремления читеров к нулю. Еще одна новая методология которая уже разработана но еще не добавлена на основные сервера это сложная виртуализация кода отвечающая за движение курсора. Ну то есть возможно совсем скоро из игры получится отключить всякие аимботы и другие вещи помогающие наведению прицела. Конечно стоит отметить что не все нарушения в пабге сводятся к использованию читерского софта, есть такие нарушения как тимминг в соло игре, убийство союзников по команде и игра на консолях с помощью клавиатуры и мыши. В этой сфере также ведутся работы но каких то конкретных сведений разработчики сегодня не привели. И пожалуй самое интересное это то что вскоре разработчики закончат тестирование и внедрят в игру новую систему которая будет банить оскорбительные или просто нецензурные ники. Пока что не понятно как это будет анализироваться и какие языки будут распознаны но мне кажется первый запуск системы точно удивит нас неадекватными банами. Такие вот дела друзья, не забывайте кидать жалобы на читеров, тащить топы, ставить лайки под видео и обязательно подписывайтесь на канал сейчас это особенно важно. удачи вам, пока-пока.